К нашему эфиру присоединяется Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса вооруженных сил Украины, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах. Андрей, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня во время массированной атаки россияне впервые за долгое время вывели 4 морских ракетоносителя с общим залпом 28 калибров. Есть ли у вас информация, сколько было произведено пусков с этих судов и такой еще момент, насколько рискованно выводить корабли, ракетоносители в море, учитывая, что мы уже можем морскими дронами нейтрализовать такие суда? Ну, та информация, которая сейчас есть, говорит о том, что могло быть максимально 28 ракет-калибров на этих четырех носителях. Это значит, что выходило три надводных корабля, фрегаты и корветы, и одна подводная лодка. По количеству ракет данных сейчас нет, но эту информацию можно получить только в генеральном штабе. Известно, что калибры были нацелены на центральную часть Украины и на западную часть Украины. Вот туда они летели. Какая-то часть их была там точно сбита. Что касается выхода кораблей в море, ну, действительно, это определенная угроза для россиян, потому что действительно в море есть много наших дронов. Мы это много видим по тем же российским пабликам, когда они описывают постоянную охоту морской патрульной авиации России и держат их в напряжении. Однако, тем не менее, ну, видите, они из Новороссийской, я так понимаю, возможность такая выйти есть. Он далеко находится от нас. И времени для этого нужно немного. А еще буквально, ну, вот на прошлой неделе в конце информация была такова, что все корабли находились в пункте базирования. Чтобы четырем единицам выйти в море, ну, я думаю, нужно 4-5 часов, не больше. То есть они вышли в море, выполнили задачу и вернулись, по всей видимости, обратно под защиту вот этой системы. К сожалению, они могут выйти еще раз, но действительно этот удар такой массовый, по всей видимости, первый раз с 6 августа прошлого года. На днях силы обороны провели успешные операции. В порту Кавказ был уничтожен, потоплен паром, перевозивший нефтепродукты на оккупированный полуостров. Более того, была информация, что кроме бочек с топливом на пароме был и груз военного назначения. Насколько такие удары могут осложнить жизнь оккупантам в Крыму? Ну, осложнить могут серьезно, потому что, я так понимаю, что эта паромная переправа была основным источником подачи топлива в Крым и оружия тяжелого. Туда заезжает полностью железнодорожный состав и через несколько часов он уже в Крыму выгружается, в Керчи. Ну, вот этот вот взрыв специфически белого цвета, который мы видели, возможно, это и есть взрыв вот этого военного груза. Из трех тех паромов, которые работали сейчас, все выведены из строя и два фактически уничтожены. По всей видимости, на серьезный период времени, но россияне оказались без логистики вот через паромную переправу. Они, по всей видимости, будут сейчас использовать Крымский мост, который, в общем-то, считают нежелательным использованием для этого. Ну, и, возможно, будут вести груз вокруг через вот это Приазовье. Ну, для них это серьезный удар по логистике военной группировки, которая находится в Крыму и на оккупированных территориях юга Украины. Ну, вот по поводу Керченского моста. Это незаконное строение, вполне себе законная военная цель для Украины. И россияне пытаются, ну, всячески защитить его, стягивать системы ПВО, устанавливают боновые заграждения, там строят какие-то дополнительные сооружения. А как думаете, все-таки вот Керченский мост, это больше стратегическая цель или все же психологическая? Ну, я думаю, что это стратегически психологическая цель. Все знают, почему этот мост на личном контроле Путина. И, в общем-то, ну, и его было вложено очень большие суммы денег в этот мост. И, ну, имеет он действительно очень серьезное такое стратегическое психологическое значение. Деморализующее. Хотя, в принципе, и логистическое его значение тоже достаточно серьезное. Ну, была информация, потому что через него раньше подавалось 25% грузов в Крым военного назначения. Ну, фактически, не имея собственного флота, Украина показала и продемонстрировала всему миру, что достигает поразительных результатов в противодействии Черноморскому флоту России. Ну, по крайней мере, так оценивают работу ВМС Украины адмирал США в отставке Марк Монтгомери. И, по его словам, основная причина – это креативность, профессионализм и лидерство украинских военных. Ну, и более того, адмирал уверен, что западным партнерам есть чему поучиться у украинцев. А как вы думаете, какой конкретно опыт украинские ВМС могут передать нашим партнерам? У нас были проведены ряд действительно таких достаточно успешных операций. Спасибо адмиралу за хорошие слова. Ну, это, в общем-то, противодесантная оборона Черноморского побережья. Противник три раза пытался высадить десант в районе Одессы. Ему это не удалось сделать благодаря вот таким очень серьезным усилиям и военно-морских сил, и сухопутных войск, и военно-воздушных сил, которые организовали противодесантную оборону побережья. Второе, это вот открытие безопасного коридора из Одессы в направлении острова Змеиный, что нам позволило открыть вот эту дорогу жизни уже год и направлять сюда, в пролив Босфор. Это, в общем-то, основная тут заслуга военно-морских сил, действительно. Они провели и противоминное обследование, уничтожение мин и так далее. Дальше, ну, удар по крейсеру Москва, мы знаем все. Ну, все как бы, ну, тут действительно он и стратегически, и психологически имел влияние на Россию. Это корабль, в общем-то, достаточно мощный. Ну, тут сыграл фактор сюрприза. И вот он, в общем, нам помог эту операцию решить успешно. Дальше, за период войны мы сформировали корпус морской пехоты. Это очень серьезное сейчас такое соединение. И, научительно, такой корпус, только больше морских пехотинцев есть только в Соединенных Штатах Америки. Я имею в виду среди стран НАТО и партнеров. То есть, в принципе, этот опыт действительно может быть очень полезен и нашим западным партнерам. Ну, и использование морских беспилотников – это тоже новая очень такая инновация. Хотя, в принципе, сами беспилотники, я бы не сказал, что это какая-то очень новая технология. Но это действительно инновация. И тут, в общем-то, очень серьезно ВМС помогли Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, которые сумели, в общем-то, очень быстро наладить производство. И сейчас активно вместе с ВМС принимают участие в этих операциях. И в этом плане также я знаю, что, ну, например, доктрины по использованию беспилотников есть только в Соединенных Штатах Америки. А вот если Украина разовьет это направление, то есть с чем поделиться. Ну, что точно не стало бы я делать это, рекомендовать не иметь надводного флота, как это говорит адмирал, потому что, к сожалению, были серьезные плохие такие последствия для нас. И, в общем-то, нам задалось их закрыть как раз этими инновациями, использованием беспилотников для того, чтобы противника нейтрализовать и, в конце концов, даже заблокировать и вытеснить с наших вод. Ну, и, в общем-то, еще интересный момент, что мы обозначили реальное состояние Черноморского флота, его слабые места, это также очень интересно. Вот вы вспомнили о попытках высадки российских десантников. Как тогда удалось? Это было в начале большой войны. Как тогда удалось не допустить вот этого? Ну, там было несколько, там была комплексная операция, там было поставлено минное заграждение, очень серьезное, была береговая артиллерия стояла, сухопутных войск. Применялись системы ПВО, С-300, также для ударов. То есть, вот благодаря этим системам просто, ну, россияне знали эту угрозу. И был случай, когда уже фактически можно было их видеть визуально из Одессы, и их видели местные жители, но потом они отошли. То есть, вот когда уже были в строю боевого развертывания, отошли. Вот такая была ситуация, да. Но благодаря вот этой операции, в принципе, нам удалось спасти Одессу, скажем так. Ну, кстати, адмирал Монгомери тоже отмечал об уничтожении десантного потенциала Черноморского флота России. Вот как вы считаете, поддержка со стороны моря, я имею в виду российский десант, она на данный момент каким-то образом возможна, но на той же Кинбурнской косе помочь тем оккупантам, которые сейчас там базируются? Ну, нет. Дело в том, что на Кинбурнской косе там вопросы обороны, там работают механизированные подразделения, и даже не совсем военные. Там донские казаки находятся. А морская пехота сейчас, у них есть две бригады стихоокеанского флота, одна с северного, одна с балтийского и с черноморского. Они задействованы на сухопутных фронтах, их используют, в общем-то, как обычную пехоту. Мы знаем о том, что уже многократно их разбивали, начиная вот из-под Киева, когда 40-ю бригаду морской пехоты стихоокеанского флота тут разгромили, потом она неоднократно, в общем-то, отмобилизовывалась. То же самое касается 810-й, и еще доставалась под Мариуполем. Но, тем не менее, вот тот мобилизационный резерв, который у них есть, позволяет им набирать людей. И за счет количества личного состава вопросы закрывать. Хотя их подготовка, она с каждым разом становится все хуже и хуже, видимо. Ну да, я вот как раз хотел по поводу подготовки поговорить. То есть, понятное дело, морской десантник – это человек, который должен иметь, обязан иметь достаточно сильную подготовку. Вот сейчас есть информация, что в Курскую область перебрасывают. Вот вы упомянули 810-ю, да, Тихоокеанского флота, бригады. Из Подработина, говорят, десантников перебрасывают. В Курскую область – это теперь уже в порядке вещей, да, воевать морпехами на суше у России. Ну, это не только касается России, если честно. Морская пехота, она изучает и тактику сухопутных действий, хотя это не основные ее задачи. И, честно говоря, если сильно увлечься, то можно потерять основную возможность морской пехоты, то есть как раз высадку с моря и действия в приморской зоне. Вот это, кстати, тоже была наша ошибка. Но тут они просто их привлекают, потому что больше ничего нет. И на каких-то там вот этих идеологических вот этих вот лифтах, они сейчас используют морскую пехоту исключительно для сухопутных действий. Слава Богу, что у нас это мнение изменилось, и мы сейчас, как бы, есть возможность у нас, вы знаете, что и на речках у нас используют морскую пехоту, и также на приморском направлении. Сейчас появилась дополнительная информация от Олещука. Он сообщил, что 127 ракет и 109 дронов – это информация от командующего воздушными силами. И, Андрей, продолжим историю по Кинбурнской косе. Сейчас известно, что под огневым контролем силы обороны Украины этот регион. На минувшей неделе ВМС опубликовали видео уничтожения очередного склада боекомплекта оккупантов. Как вы думаете, каковы шансы выбить россиян оттуда? Ну, видите, в теории оперативного искусства это называется shaping operations, то есть подготовки операций. Но, тем не менее, чтобы взять Кинбурнскую косу под контроль, нужно, чтобы туда высадилась пехота и зачистила от противника. И это очень важный объект, потому что он фактически блокирует нам порт Николаев, порт Очаков. И я думаю, эти мероприятия действительно очень важны, чтобы ослабить его присутствие там. Хотя, насколько известно, сил они там держат немного, но вот это вот географические условия позволяют им действовать достаточно оперативно. Но наши силы обороны все эти приемы знают, я думаю, что как раз это учитывают. И я думаю, что будет возвращен контроль и над Косой, и над Кинбургским полуостровом. Андрей, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим телезрителям, Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса вооруженных сил Украины, заместитель начальника штаба военно-морских сил вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах, был на связи с нашей студией. Спасибо. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.